При выполнении становой тяги задействуется почти три четверти всей мышечной массы тела человека. Становая тяга – наиболее впечатляющая из трех соревновательных дисциплин в пауэрлифтинге. В первенстве центра внешкольной работы по этому виду спорта в клубе здоровья участвовали 27 спортсменов. Юноши и девушки до 18 лет, а также молодые люди до 23 лет. У нас на базе трех клубов работают тренажерные залы. Это клубы «Греция. Мечта и здоровье». И традиционно наши замечательные педагоги работают с молодыми людьми и с девушками, которые приходят к нам в клубы. И, конечно, сегодня хороший выход – показать себя, чему они научились, какова их физическая форма. Валерий Краснов занимается пауэрлифтингом два с половиной года. За это время спортсмен участвовал в соревнованиях различного уровня, как по становой тяге, так и троеборью. Также Валерий успел получить третий юношеский разряд по пауэрлифтингу. На первенство Центра внешкольной работы по становой тяге молодой человек был настроен решительно. И не зря. Валерий взял бронзовую медаль в своей весовой категории. Сегодня я постараюсь выложиться на максимум. Я буду… мой максимальный вес будет 85 килограмм, наверное. Ну, постараюсь выполнить все три подхода и занять какое-нибудь призовое место. Я начал заниматься в тренажерном зале, чтобы у меня была красивая фигура, чтобы я был сильный, потому что это пригодится в жизни. Перед соревнованиями всех ребят взвесили и определили их весовую категорию. Каждый спортсмен трижды подходил к штанге. При этом от этапа к этапу вес увеличивали. Некоторые не справлялись с тяжелой штангой уже на втором подходе. Состязание по становой тяге стало для молодых атлетов настоящей проверкой на прочность и силу не только тела, но и духа. Все участники получили хороший соревновательный опыт, а также показали свою физическую форму. У нас уже на протяжении многих десятков лет проходят эти соревнования. Либо жим-лежа в штанге, либо становая тяга. Поэтому сегодня вот эти соревнования, они традиционные. И мы проводим их еще и для того, чтобы выявить лучших ребят, которые уже будут участвовать в городских соревнованиях, а потом уже поедут на уровень области. Победители и призеры первенства Центра внешкольной работы по становой тяге получили дипломы, медали, а также подарочные сертификаты в спортивный магазин. Светлана Юрунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.